Сколько для вас вообще было неожиданно и в вашей сборной начали большинство исключательного? Ну, нельзя сказать, что... Ну, грубо говоря, я был немножко не готов, потому что понимал, что моя травма плюс набор формы, наверное, не позволили мне показать, что я готов, и, наверное, я показывал сезон не в своей лучшей форме был, но к концу сезона я поднабрал, и хочу сказать спасибо за доверие, что мне дали шанс проявить себя и тренироваться, и быть в команде сейчас такой важный период. Натвина, сколько легок переход из молодежной сборной в основную национальную команду, с кем-то, может, больше общаешься, с кем-то меньше, или наоборот, там больше внимания уделяют главный тренер и тренер-процарям? И, ну, в отличие... Есть какие-то отличия в тренировочном процессе? В моем случае стараются сделать переход как можно проще. Я уже был на сборе, и меня забирали прямо из молодежной команды. Плюс атмосфера в команде, как здесь, так и там прекрасная, поэтому ребята все принимают, и, в принципе, переход проходит просто, ничего особенного. Все принимают как свой опыт, что мы знаем, что у нас на цели мы надвижимся. Семен, еще? Смотри, а есть в сборной России какое-то разделение, что вы чувствуете внутри? Первый номер сборной, второй номер сборной? Ну, это не ощущается, потому что все общаются спокойно, и каждый должен быть готов к игре. Там уже решение тренера, кого поставят, но я, допустим, не уверен, но не могу знать, кто точно будет играть, поэтому я в любом случае буду готов сам, и буду готовить своих напарников, чтобы мы максимум выжили в следующий день. Матвей, здравствуйте. Не так давно была история с интересом к вам со стороны Брайтона. Скажите, пожалуйста, насколько это была реальная история, и вам самому насколько интересна такая страна, как Англия в футбольном плане? Спасибо. Ну, Англия, безусловно, интересна, но лично ко мне никто не подходил, ничего не говорил, поэтому я не могу с точностью утверждать, что данная информация правдива. А бумаги в клуб тоже? Я, по крайней мере, не спрашивал, в данный момент мне это неинтересно. На этом все и закончилось на новостях. Спасибо, благодарю вас. Ответь, скажите, пожалуйста, какие ваши ожидания от предстоящего турнира? Ну, ожидания... Конечно, хочется выжать максимум и выходить на каждый матч за победой, но по факту мы посмотрим, что получится. По крайней мере, сейчас мы сделаем все возможное, что от нас зависит, для того, чтобы подготовиться и добиться как можно большего. Вы еще? Есть еще вопросы? Матвей, еще раз. В 2008 году Игорь Акинфей в 22 года стал уже основным рутарем сборной. У вас есть какая-то внутренняя готовность, в случае чего, стать основным рутарем сборной? Ну, я уже говорил, что все зависит от доверия тренера, сам от себя. Единственное, что я могу сделать, это просто быть всегда готовым к тому, что моя помощь понадобится команде. И с сегодняшнего дня я начал готовиться, и должен показаться сам, что я готов, состоятельный, и тренеры могут на меня надеяться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!